Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Вы, наверное, думали, что от меня не стоит ждать новых видео, потому что я полностью буду погружен в мир виртуальной реальности. Глупцы. Я перестал есть и спать, поэтому мне времени хватает и на виртуальную реальность, и на видео. Так что к новостям. Пам-пам! Шоу-бизнес. Как бы сильно я не смотрел телевизор, он все равно пробирается в мою жизнь. Вы, скорее всего, все знаете, что Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся и пытаются поделить между собой авторские права на детей. Тут можно как бы скрутить такое лицо. Фу, копаются в грязном белье. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это интересно, потому что хотим мы этого или нет, они были для нас примером. Они были образцовой семьей. Богатые, красивые, успешные. У них шесть детей, половина из которых усыновленные. Вы только задумайтесь, вот за те 10-12 лет, сколько они там были вместе, какое количество молодых пар по всему миру решились на усыновление? Какое количество детей обрели семью только потому, что такой пример подавали Брэд Питт и Анджелина Джоли? А теперь весь этот карточный домик идеальной семьи рушится. И как бы больно на это смотреть, но в то же время интересно. И я решил проверить, что же, собственно, наш шоу-бизнес может предложить в альтернативу, какое у нас импортозамещение в шоу-бизнесе. И как-то не густо. Сначала единственное, что я нашел, было то, что бывший союз группы «Братья Гримм», совершивший камин-аут, собирается сменить пол. Но даже тут он заявил, что это все фейк от желтой прессы и как бы скучно совсем стало. То есть у нас от шоу-бизнеса как будто остался только бизнес и больше никакого шоу. Но тут пришло спасение в лице Алексея Панина, который в сексуальных утехах решил использовать собаку. На самом деле предположительно использует на основании очень размытого видео, которое показали в ток-шоу на НТВ. А вот этим ребятам последнее дело верить. Они на создание фальсификации буквально собаку съели. С другой стороны, Алексей Панин настолько стремится к образу русского Чарли Шина, что тут скорее удивляет наличие женщины в этом видео. К чему это я? Спросите логично вы. А к тому, что вот на этом фоне развод Брэда Питта и Анджелина Джоли уже не такой грязью выглядит, не находите? Фу, загнивающий запад. Поймите, больнее ты всего что в этом звездном расставании? То, что оно только сейчас происходит, когда Анджелина Джоли уже пятый десяток идет. Ну почему она не могла освободиться пораньше? Вот где-нибудь во времена фильма «Привратности судьбы». Еще до шести детей. Еще до операции. Еще до того, как я узнал, насколько сильно она похожа на своего отца. Я считаю, тогда мы были бы такой отличный парень. Вот молодая, горячая 20-летняя актриса из Голливуда и девятилетний я. Пам-пам. Прошли презентации двух техногигантов. Майкрософта и Эппл. И я вынужден сделать признание. Макбук, прости меня, но серф из тебя уделу. Правда, вот эта вот тачскрин-полосочка, главная новинка презентации, как-то выглядит, во-первых, маленькой, во-вторых, неудобной и, в-третьих, не особо применимо для людей, которые работают с этим. Серьезно? Диджеинг на вот такой полосочке? Я уже вижу, как Тиеста и Келевин Харрис борются. Кто же впервые закажет новый MacBook? И четыре Type-C USB порта. Вместо того, чтобы я мог карточку от видеокамеры вставить для монтажа, они убрали провод зарядки, которым еще Стив Джобс гордился. Потому что тот легко отсоединялся, если ты споткнешься от провод. Теперь, если ты споткнешься от провод, ты легко можешь купить себе новый MacBook. Технически они дешевле, чем презентованный за день до этого Surface Book от Microsoft, но по-хорошему стоит добавить к этой цене еще стоимость всех официальных переходников, которые не очень дешевые у Apple. Эти переходники нужны, чтобы вы как бы могли пользоваться ноутбуком, потому что на данный момент, и это очень смешно, наушники от седьмого iPhone не подходят к ноутбуку, MacBook от той же самой компании. Что? А вот Microsoft второй год подряд очень приятно радует своими презентациями, и мне правда нравится линейка Surface, мне не нравятся их цены. Вот если бы не они, я бы даже попробовал обратно перелезть на Windows. И в этом году как раз таки презентовали новый жутко сексуальный продукт под названием Surface Studio. Это огромный такой моноблок, типа ответа iMac, но с тач-экраном, который может делать вот так. И вот тут я уточню, про что я хочу с вами поговорить, потому что всякие технические детали лучше я оставлю техноблогерам, техносайтам, которые считают гигагерцы и пересчитывают пиксели. Огромный моноблок для рисования, который работает вместе с пером вот этой вот 3D-крутилкой, 3D-сканер, блин, Paint 3D. Все это нацелено на таких условных творцов. Даже следующее обновление для операционной системы Windows так и называется, типа творческое обновление. Кеймеры и офисные работники, все это есть у Windows, но сейчас речь не о них, а вот о творческих личностях с самого разного возраста. От маленьких детей, которым дали Paint 3D, до взрослых, которые могут рисовать на огромном дорогущем экране. Так вот, вы знаете, кто раньше так делал? Кто раньше пытался заявлять, что их техника просто уникальна и идеальна для разных художников и дизайнеров, и просто никто лучше с этим не справится? Apple. Apple, когда они были маленькие и им нужно было отбивать себе долю на рынке, они создавали себе такой элитный образ. Машины не для всех. Именно тот образ, из-за которого многие из вас до сих пор Apple-то и не любят. Дело же не в цене. Есть огромное количество игровых ноутбуков на Windows, мощных, которые дороже намного, чем MacBook. Дело же не в этом. Дело в таком высокомерном образе. В том же самом высокомере, который потом передалось всем фанатам Apple. И сейчас TeamCube пытается сделать технику своей компании более народной. Они запускают Minecraft на телевизоре, они запускают Mario на телефонах, вот это все. А у Microsoft наоборот. У них есть образ этих скучных офисных работников, а им нужно как бы показать, что они модные, молодежные, элитные, креативные. И задумайтесь, что на самом деле сейчас происходит в России, да и в принципе во всем мире. Зайдите в любой Starbucks, там у каждого второго будет MacBook. А вот попытайтесь найти у кого-нибудь Surface Book. И не сможете, потому что это дорогая, высокотехнологичная, элитная штука. Возможно, я немного преувеличил, но такой сдвиг в позиционировании есть. Это глупо отрицать и за этим намного интереснее наблюдать, потому что это отвлекает от того, что моноблок у Microsoft стоит 3000 долларов. А нефть как бы не дорожает, об этом хочется напомнить, но россияне в принципе как-то научились постепенно жить в условиях кризиса. Я сейчас хочу рассказать вам одну историю, которая максимально характеризует этот момент, что-то вроде «Кому на Руси жить хорошо?». Первая волна была это взрыв разных интернет-магазинов JD.com, AliExpress. Все начали покупать технику в интернете, одежду в интернете, даже продукты некоторые покупают в интернете. Все научились пользоваться интернет-магазинами, поняли, что это удобно и дешево. Следующий шаг экономии — это пользование кэшбэк-сервисами. Если человек через подобный сайт приходит на интернет-магазин и совершает там покупку, то часть денег он потом получает обратно, типа дополнительные скидки. То есть сначала ты в интернете находишь телефон, который на 10 тысяч стоит меньше, чем в ближайшем торговом центре, а потом тебе еще и процентик обратно возвращается. Я как-то в одном из выпусков уже рассказывал про купикод.ру, первый такой сервис, и просто вот у этих ребят все хорошо. За прошедшее время парни настолько поднялись, что они открыли свою социальную сеть. Серьезно, посмотрите на это. В описании есть ссылка. Я, в принципе, рекомендую сервис для экономии на покупках. Тут можно добавлять друзей, чтобы хвастаться им, что сэкономил на заказе сломоды. То есть сообщения писать можно, сообщения у меня нет, как и друзей. Скажите, что не об этом вы мечтали, чтобы была социальная сеть, через которую вы можете заказать кучу арбизов на Алиэкспресс? Нет, не для съемок. Не для личного пользования. Потом получить 5,5% обратно, а потом еще и похвастаться этим. То есть что дальше? Кэшбэк телеканал? Кэшбэк государства? Хотя нет, хипр же уже придумали. Пам-пам. У меня бомбит, сознаюсь. У меня бомбит из-за чертовых видеоигр. Вы, скорее всего, знаете, что вот-вот выходит переиздание Скайрима с улучшенной графикой на новых консолях. По интернету гуляют ролики со сравнениями новые и старые версии. И вот, скажите, я один себя чувствую старым из-за этого. У нас в компании Скайрим стал неким мерилом того, насколько быстро летит время. Чувак, ты знал, Скайрим уже год назад вышел. Уже два. Но так-то три, четыре на самом деле. А теперь типа пора улучшать графику переиздавать. Вот, пожалуйста, можно так не делать? Во-первых, там не то чтобы сильно графика отличается. А во-вторых, мне не нужно еще одно напоминание о том, что поезд жизни стремительно несется конечной станции. Но если серьезно, у меня есть одна мысль, которую я хочу высказать по поводу всех этих переизданий игр с лучшей графикой, для того, чтобы полегку срубить денег. Вот скажите мне, те, кто играл в Скайрим тогда, в 2011-2012 годах, вы ведь его таким и помните, красивым. И не нужны никакие моды, переиздания и улучшения графики. Несовершенство человеческой памяти само все прекрасно приукрашивает. А вот такие вот ролики-сравнение как раз-таки всю магию убивают. Для справки, я прекрасно понимаю, что подобные переиздания игр позволяют прикоснуться к ним тем, кто не имеет доступа к предыдущему поколению консоли. Но, пожалуйста, не мешайте мне бомбить. Короче, мысль у меня достаточно простая. К Шиштовски, через две недели Скайриму пять лет. Пам-пам. Подведем промежуточный итог. Что происходит в мире? Налоги на тунеядство. У Ранжелина разводятся. Скайриму пять лет скоро, а у собак вообще уже далеко не собачья жизнь в России. Я не хочу жить на этой планете и, кажется, я нашел то место, где было бы отлично упокоиться. Дело в том, что в Швеции открылось кладбище для атеистов. В стране максимально большое число людей, у которых, скажем так, нет воображаемых друзей. И логично, что там однажды кто-то сказал. Идея для стартапа. Смысл в том, что от обычных кладбищ будет отличаться тем, что там не будет надгробий с религиозными символами. С одной стороны, это забавно, с другой стороны, дурость какая-то. Кому какая разница? Мертвым атеистам все равно, где будет гнить их тело. Их родственникам, если они не отбитые радикальные атеисты, тоже все равно. То есть при названии кладбище для атеистов, на самом деле целевая аудитория куда шире, чем у любого другого кладбища, не для атеистов. Иудею, допустим, зашкварно быть похороненным рядом с крестом католическим. Но тут-то нет никаких опознавательных знаков. Отличный бизнес-план. Вот лично мне, как атеисту, все равно. Если я буду в земле похоронен, есть кресты рядом, нет крестов, пофиг. Вот такие штуки, уродливо, меня задевают куда сильнее. Серьезно, загробной жизни не существует. Но от такой безвкусицы меня передергивать будет даже после смерти. Пам-пам. Вот и все новости на сегодня. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, чтобы новые выпуски не пропустить. Включите уведомления, колокольчик такой, новая функция. Можете дальше глянуть одно из этих двух видео. Допустим, влог о том, как я получил золотую кнопку Ютуба за миллион подписчиков. Или ролик, где я расскажу о том, на что я снимаю и как я снимаю. Может быть, кому-то пригодится. С вами был Руслан Усачев. Пока-пам.